Я первый и последний старый итанец. Это совершенно удивительная история. Случайная, возможная только вот в последний момент перестройки. Я совершенно случайно в девяносто первом году в августе месяце поехал на год в Итан учиться. У них было 550 лет колледжу. Он называет колледж, но это школа обычная, школа-интернат. И они решили взять детей из разных стран. И дальше огромное количество случайностей. И я там оказываюсь, советский мальчик, на один год. Физикл? До меня там два сына Солженицына было, но их сложно назвать советскими странами. Они такие скорее антисаветские. А так в двадцатом веке, по-моему, русских особо больше не было. Вернее, как, русские-то были. Вот у меня, например, был сосед Коля Ганчиков. Но он был итальянец. Его дедушка главный русист Италии. Белогвардейский офицер, переехавший в Милан. Ну и так далее, и так далее. То есть я вот в девяносто первом году, в момент распада Союза, оказался, собственно, вот в логове. Справа от меня жил сын гендиректора Би Пи. Слева совершенно замечательный потомственный лорд Чарли Ноу Баксон, который меня грузил хорошей музыкой. В общем, ну а после меня там уже, соответственно, итальянецы уже постсоветские такие, российские. То есть я такой случайно попал в историю Холодной войны, как некий такой безумный курьез. Ну и, собственно, со мной говорили абсолютно откровенно. Вы проиграли Холодную войну. Если вы проиграли из-за того, что вот этот советский тип, закрытое общество и так далее, вы просто не смогли культурное влияние каким-то образом свое поддерживать на правильном уровне. Мы вас победили просто музыкой. Например, вот группы Битлз. Вот у вас не было Битлз, а у нас было. Поэтому, ну у вас там никакого геноцида не будет, ничего, ну ваши ресурсы теперь наши ресурсы. Мне так в прямом говорили дети, которым это говорили родители. Было очень смешно. И из-за этого у меня такая появилась сверхзадача в жизни, что я обязательно вот этот вот разрыв культурный попробую. В общем, межкультурные связи, коммуникации. Ну, потом я вернулся в Москву, поступил на переводческий, а потом стал заниматься музыкой совершенно случайно, освоив любую гармошку, очень редкий инструмент в стране. И вот с тех пор так как-то все и продолжается. В последнее время, правда, больше занимаюсь такое хобби. У меня безумная организация различных фестивалей. Ну, в общем, там основная идея – общественная поддержка концертных проектов. То есть не коммерческая, не государственная, а общественная. И это что такое? Волонтерство чистой воды? Ну да, альтруизм. Да, вот, собственно, на нашей 50-летней традиции, КСП-шней, собирать музыкальные фестивали, которые мы сами... Ну, вообще, касательно Битлз, да, ну, как собирательного образа некой музыки той, того времени. А ведь у нас же был Битлз. Вот у нас как бы его не было, но у нас был, да. Фактически мы жили с ним. Мы жили с Битлз, мы жили с Роллингстонус, мы жили с... Да нет, на самом деле у нас и своя музыкальная культура довольно интересная, самобытная, своеобразная. В плане того, что в 69-й год у нас же он же тоже был временский музыкант. И это же гениальный музыкал. Это прямо вот рок-опера, я считаю, мирового масштаба. Случайно записанная ночью на студии «Мелодия». Ну, это все-таки... Я с Анофрием в свое время делал интервью. И он говорил об этом как... Он не говорил об этом как о вторичном продукте, но он говорил это о том, что это наш Битлз. То есть подразумевалось, что это наша любимая формула. Наш ответ Чемберленов, грубо говоря. Да, да. То есть это не самостоятельный продукт, это не придуманный в России продукт, фактически же, бременский музыка. Он все равно очень русский. Согласен. По тексту, во-первых, по сказке, да. Хотя любовные истории Ромео и Джулина. Мне кажется, он по мелодии очень русский. Да. Он какой-то такой... Даже там, где они вот прям пародии какие-то делают. Когда во второй части «Осел поет», да, вот это на площади «Баю, баюшки, баю», мне очень почему-то это Песнеров напоминает больше, чем Битлова, чисто. Ну да, ну там же, конечно, такая песнируя, «Коробейники». Идем-пойдем вдоль улицы, да-дам, ба-бам-бам-ба-дам. Вот это мне очень напоминает. Самый главный патриарх гумногармонического движения у нас в стране Михаил Петрович Соколов. Это Туцан Петрович, да? Петрович, да. Он, собственно, в «Вео-Коробейнике» был взят 17-летним пацаном, потому что он вообще был барабанщик. Он один из немногих в городе умел на бочке ввести ритм, а не играть так называемые бомбы одновременно в тарелке и в бочку, как делали все остальные барабанщики. Но даже слово это, слово «Харпер» у нас звучит как «гармошечник». Это несколько иное прочтение. Да. Гармошечник – это все-таки почти гармонист. Вот с Петровича все и началось. Почти гармонист. Я совсем молодой был, быстро немножко освоил губную гармошку и понял, что вот есть «Арбат-блюз-клуб», там есть Петрович, он играет явно хуже меня, и я должен всем доказать, что Петрович, условно говоря, не умеет играть, а вот мы, молодые, наша компания, еще же никакого интернета, ничего, еще без мобильных телефонов, компания, компания, передавали друг другу кассеты. Ронка Гегард покойный, Саня Братецкий, Миша Владимиров. Вот что мы, наше молодое поколение, мы лучше. В 98-м году я провожу фестиваль губной гармошки в Москве. До этого его пыталось в 96-м провести фирму «Хонор». У них так довольно странно получилось. А вот с 98-го стало общественное мероприятие. С одной целью провожу, просто вот убрать Петровича. Центральный дом работников искусств, один из небольших залов, битком, все прекрасно, отличный концерт. На почетном месте сидит мой отец, полковник, который внимательно все слушает, после фестиваля подходит ко мне и говорит, ну, честно говоря, слабенько, очень слабенько. Единственное, что хорошо, Петрович. Я такой, аааа, значит, что-то не так. Но мы потом с Петровичем дошли до стадии полного братания, любим друг друга, зовем друг друга играть с тех пор. В какой-то момент он честно сказал, ребята, нет, ну, конечно, вы можете обойти меня по технике и так далее, но вот в плане когда артистов вам еще до меня расти и расти. Дело в том, что артисту вообще надо 15-20 лет, чтобы так созреть. Если он быстрее созревает, то он очень часто сгорает. Это касается только харпа? Мне кажется, это касается вообще всей вот этой музыки. Вот этой или вообще всей? Я не знаю, но вот... Как в фильме «Волга-Волга», да, чтобы так играть, надо 25 лет учиться. Помните на балалайке? Не знаю насчет 25, но в целом артист должен созреть, мне кажется. Мне кажется, лет 15-20 вот становление. Потому что... Ну, я знаю несколько случаев, когда сильно раньше на людей падало вот это вот неожиданное умение, дар, играть. И часто это было сопряжено с таким активным горением, что у человека как-то ломалось все. Вот. А мы сейчас вот прям все выросли, у нас сейчас прям целое поколение вот таких вот, условно говоря, да, там, сорокалетних, которые вот прям суперартисты. И это я не про себя, это я большей частью, да, про друзей, поколения. мне кажется, мне кажется, мы сейчас наконец-то вот до этой Итонской изначальной задачи, что-то такое свое интересное сказать, может быть, даже и дорастем на фоне всего этого кризиса. не доросли пока. Ну, мы пока что сказали? Ну, вот, если брать вот лично меня в плане некой записи, там, что осталось? не участие же в каких-то там записях, там, типа фильмы, рекламы или что-то, что-то такое концептуальное. Единственное, что мне вот сто процентов нравится, это то, что мы 15-16 лет назад сделали с гениальным вуинистом Федей Чистяков. Вот это прямо очень приятно был проект, назывался «Боян Гармошка Блюз». «Боян Харпен Блюз». Вот я очень люблю слово «концептуальное». Правда, очень люблю я. Многих наших музыкантов пытаю, где ваши концептуальные альбомы. В основном блюзовых, потому что у джазовых они есть. Но я хочу сказать, что одна из вещей, которую я пересматриваю с регулярностью достойной, что называется, лучшего применения, это «Бай Бай Бёрд» с «Саней Бой» Вильямсона II. То есть это одна вещь, помните ее, да, эту запись? Да! Она как бы голубой агадек, кто-то американский, да, там в конце за столиками сидят люди. Если бы американский, это он в Европе. Это в Европе, да? Это в Европе. Он в Америке никому не был нужен в этот момент. Собственно, его собутыльники сказали ему, что да ты врешь, что ты был в Европе. Но тем не менее куча записей. А, ну да, это история. Это европейские записи. Да, это европейские записи. Но тем не менее, я к чему? К тому, что вот этот один ролик, двух-двух с половиной минутный, это концептуально. Вот это концептуально? Или концептуально эта программа? Вот я его слушаю, для меня это концептуально. Я его переслушиваю, переслушиваю, переслушиваю. И вижу там каждый раз новое дно, новое дно, Народная губная гормошка? Там на самом деле концепция-то и не нужна. Это же традиция. Это же, ну вот прям самый настоящий безумный авантюрист, который взял чужое имя для того, чтобы больше зарабатывать и так далее, и так далее. Это сама история такая полукриминальная, полу, какая-то такая безумненькая. Ой, да там те времена полнятся криминальными, полукриминальными историями. Да, тот же самый Хаулинг Волф, да, и так далее. Русская губная гормошка традиционная, она же была только в одном месте и совершенно случайно. Где? Странным образом, в Турции. Русская губная гормошка? Русская народная губная гормошка в Турции. У казаков-некрасовцев это такая очень странная история. Во время восстания Болотникова казаки сбежали, султан их принял, у них было две деревни, их не трогали. У них вот был атаман-некрасов в те времена Болотникова, который написал им завещание о том, что в какой-то момент царя убьют за всей семьей и через 50 лет возвращайтесь в Россию после этого. И они, соответственно, в конце 60-х в Советский Союз вернулись. И оказалось, что у них совершенно удивительный фольклор в изоляции в Турции, процветавший, вот прям старый. И к ним просто поехали все изучать. Разве была когда-нибудь исторические на Руси гармошка? Нет, но в начале 20-го века она появилась в Турции. Просто турки очень близки с немцами были всегда. В начале 20-го века в Турции появились губные гармошки. Они случайно оказались там в деревне и они сделали из этого русский народный инструмент. Всякие вот эти свои практически средневековые русские наигрыши начали играть не губной гармошки. Вот такая вот есть, такой курьез. Ну, понятно, что традиция сейчас не сохранилась. Нет, этот курьез сейчас называется двумя словами. Он называется World Music. Этот курьез теперь. И это очень радует, честно говоря. World Music очень хорошая тема. И вообще, в принципе, вот эта вот... популяризация. Это, мне кажется, давно искомый формат такой. В импровизационной музыке, где можно было бы все собрать. Укоренение здесь. Укоренение здесь. Это, конечно, очень правильное и приятное занятие. В этом плане вот прям горжусь дружбой с Лешей Архиповским. Вот красавец просто. Из нас, из всех, интереснее всего выступил, мне кажется. Сейчас с ним поедем, если все сложится. Он умудрился задружиться с Танимой Гуэром. Перед тем, как Танимой Гуэром умер, мы сейчас с ним встречались с вдовой Танимой Гуэром. Хотим съездить туда, в Пенобиле, чтобы там сделать фестиваль. Сережа Старостин согласился ехать, Андрей Котов. Мне кажется, прям может красиво быть. А фестиваль? Прямо Маркут. Вот прям. Прямо вот так. На фестиваль чего? Ну вот, собственно, три русских исполнителя приезжают в Италию радовать. Русские не в Италии, грубо говоря. Ну, типа того. Да. Прямо будет называться, скорее всего, фестиваль Аммаркут. Даже так? Да. Ну, я там на общественных началах, соответственно, тоже буду активно участвовать в организации. Вот этих фестивалей разного такого типа, ну, наверное, что-то 50 лет разных провел. За что мы так друг другу любим сарайком? У нас примерно один вектор приложения усилий. Активная, толпежка головой об стену. Да. В смысле попыток... Ну, да. Подвижничество, что называется. Ну, типа того, да. Ну, почему? Неплохое слово, отличное слово. Да вот, ничего скромничать-то. Такой смешной, маленький, самодеятельный шоу-бизнес. Некоменческого характера. Так он же настоящий, по большому-то счету. Очень сильно не хватает некой концертной сетки вот такой незаводной стране. Если бы вот такие маленькие клубы, там, 20-30 любителей музыки, приглашающие к себе, там, раз в две недели каких-то музыкантов, было бы гораздо проще жить. Сейчас это атомизация, демографическая яма, молодежи нет. Уход всего в соцсети, уход всего за кордоны. Ну, да, да. Ну, думаю, еще часть, очень, в достаточном количестве уезжает, покидает, да? Компьютерные игры. Да, ну, уезжает и покидает, это как раз неплохо. По Европе ездишь, везде друзья. Это как раз нормально все. Просто на местах очень тяжело концертировать. Я вот стараюсь, очень много таких концертов, лекций по истории афроамериканской музыки, там, по стране. Делать за смешные деньги, там, за себестоимость поездки и так далее. Если раньше считалось, что местные организаторы, это тот, кто, там, 100 человек может собрать, условно говоря, там, по 100 рублей и так далее. Сейчас, если 20 может собрать, то уже надо молиться на этого человека. И все эти организаторы, в качестве организатора, еще и долго не жил. Ну, то есть, они года два-три, потом они такие, пшшшш, не, все. Ну, это объективный период мы переживаем, да? То есть, это, этот период нужно прожить, или это? Да что-то как-то уже затянулся, мне кажется, уже побыстрее бы какая-то сложилась. Сеть, молодежь должна это делать. А молодежь сейчас как-то странно. Сейчас самодеятельность куда-то в сторону рэпа вся ушла. Надеюсь, вот, у них там, может быть, что-то пойдет. А так, с импровизационной музыкой сейчас в стране странно. Я бы не сказал, что нет интереса. Я бы не сказал, что нет денег. Просто очень бестолково все. Экспертной среды нет, нормальной. Музыкальной журналистики нет, нормальной. Музыкальной журналистики нет, нормальной. Помнится, как... В кино есть журналистика, в театральной есть. Был концерт «Четыре гармониста» я делал в ЦДХ. Мы с Федей Чистяковым как два гармониста. Макс Некрасов на хроматике и, ну, собственно, Даня. И очень хороший написал отзыв. Такой был смешной, маленький пацанчик Шурик Горбачев. И я его стал там. Блин, настоящая музыкальная журналистика. Это же сейчас. И если у нас таких будет много. Я его с Соньки Соколовой привез. Говорю, тебе надо, чтобы на звуках РУ вот он был. А дальше я не знаю, как получилось, что вот он в афише. Вот он уже вроде как и отвечает за все эти концерты в афише. А где музыкальная журналистика-то дальше? Или это все одним человеком не делается? Надо, чтобы какая-то почва выросла, какая-то культура появилась. Ну, в целом, конечно, да, сейчас провинциальное некое ощущение нашего музыкального поля. Десмотря на то, что есть толпы, есть концерты. Да, они есть, но читать отвыкают люди постепенно. Они больше видео и вербальную информацию все-таки предпочитают. Видео, как все ушло в ролик. Реально, за Валеру Степанова страшно. Его же сейчас все будут просить Белой Розы спеть. Уже просит. Он на каждом концерте устраивает такое мини-действо по этому поводу. Да, сейчас вообще основный носитель ролика на Ютюбе. Это очень интересный процесс, очень смешно. Уже даже есть абсолютно гениальные молодые музыканты, которые вообще на концерты не ориентированы. Вот у меня есть совершенно замечательный товарищ, аккомпанинатор Сергей Федоров, гитара. Если Russian Jazz набрать на Ютюбе, скорее всего он первый появится. Они с другом делают совершенно безумный Gypsy Jazz на некие популярные в Америке темы. Например, на какую-нибудь неожиданно популярную арт-хаусную компьютерную игру. И там миллионы просмотров. Им, в принципе, концерты уже не нужны. Там просто Google платит. Очень смешно. И как бы, а что такое концерт? Трендентрансляция в этот концерт. Там прям вот новый губ, только даже страшно, когда это пойдет. Не, ну сейчас, например, в нижнем зале толпа. Достаточно приличная. Да, причем какая толпа, какие люди интересные. Да, но она же привлечена не только именем Джимми, да? Она привлечена и именами тех, кто на сцене. Даже интереснее. Все-таки вот эта социальная функция музыки, то, что как некий флаг, как некий социокультурный маркер выступает некая музыка. Олдового хипья много в зале. Я прям не ожидал. И олдового хипья, и молодежи дофига. Ну, такой. Вплоть до детей. Детей необыкновенное количество. Человек пятнадцать, наверное, детишек просто натурально. Ну, это просто дети Олдового хипья. Да, да. Но Олдового хипья внуки должны быть уже, по идее. Ну, по-разному. По-разному. Внуки, кстати, да. Нет, ну, внуки маленькие, Олдового хипья. Дети. Дети там. Суматоха сидит. Это же удивительно, вырослый. И дочка. Я ее вот такой помню. Она в сходе уже дочка. Там интересно все. Ну, в общем, тут сложилось. Тут сложилось. Если бы это вот просто вот этот концерт по поводу Хендрикса. Если бы это был просто концерт по поводу Хендрикса где-нибудь в Глазнинбери. Баби там или что-то. Мне кажется, не собрал бы. А здесь вот как-то оно все. Ну, еще, конечно, личности. Да. Луч и Гарик, это же все. Да, 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 да. Со времен Раага. Как они начинали этот фанк 20 лет назад в городе. Молодежный и радостный. Там же прям целая маленькая субкультура была. Не могу не спросить, а попытки создать вот эту сетку, попытки создать делаются? И делали вы ли такие попытки создать вот эту сетку? Ну, пусть не всероссийскую, но хотя бы, я не знаю, Москва, область, Питер там и близлежащие культурные центры. Типа, не знаю, каких-то крупных городов. И если нет, то вообще есть ли какая-то надежда? Есть ли какие-то механизмы? Есть ли какие-то возможности для того, чтобы это было создано? И наконец-то культурная подушка образовалась бы. Это очень сложно. Это просто очень сложный процесс. Усилия менеджера в любой другой отрасли вознаграждаются в некие разы больше. Поэтому сложно идет все. Сложно. Надо сказать, что у нас в советское время совершенно уникальные эти концертные сети были, ну, неформальные. Это же прямо удивительная история. Например, каким образом концертировал Высоцкий? Это же просто хохот. Вот он обнаружил, что везде есть эти филиалы общества знаний. И он понял, что его концерт можно замаскировать под научный доклад по поводу театра на Таганке. Он с собой брал одного-двух каких-нибудь актеров театра на Таганке. И вот они делали такой вечер в рамках общества знаний, который, ну, фактически это был просто его концерт. Система. Огромная сеть с проникновением в любой областной центр. КСПшники дошли в какой-то момент до того, что в каждом райцентре системы. Причем какая организация? Это же реальная партийная организация была. Все эти неформальные движения, они же очень любят копировать то, что происходит в таком истеблишменте. Ну, с Высоцким это неформальное движение приобрело еще более смехотворную, как бы это сказать, форму. Помните его знаменитый концерт в КГБ, например? Это же просто такая ирония. Красота. Это же Жванецкий воплощенный. Ну, и, понятно, филармоническая вся эта система, да, все эти филармонии. Ну-ка, давайте сегодня в семи колхозах играем. Это же тоже все было, это же все... Ростропович с Рихтером в цехах заводов в обеденный перерыв. Та же самая... Часто вспоминаем мы, кстати, об этом. Та же самая фирма «Мелодия» с совершенно невероятной системой распространения. А Козлова я увидел на большой тысячном зале в сцене в конце 70-х. А если взять совершенно смешную эту подпольную рокерскую тусовочку, которая, как Олег Коврига говорит, мы там дестером изображали полк, но все равно это же некие системы. И они были. А дальше атомизация. Атомизация. Какое объединение? Какие коллективные интересы? У нас понятно, что сейчас единственная реальная задача шоу-бизнеса увеличить количество людей, ходящих на концерты. Любой ценой. Помогая всем своим конкурентам, потому что среднестатистический россиянин, согласно неким опросам, ходит в год на ноль концертов живомузор. Может быть и так. Но вот здесь вот Олимпийский, вернее, мы в самом Олимпийском, только в Духом Бассейне. А в том Олимпийском десятки тысяч народу собирается достаточно регулярно на разные коллективы, начиная от Земфиры, всяких ретро-ФМ и кончая приезжими звездами разных возрастов. Мюз, я не знаю, кто еще приезжал, Ди Пёрпл и так далее. Собираются же. Ну вот мы с Арайком сейчас сидели, разговаривали. Как ты думаешь, сколько человек вообще вот уходит вот нашу нормальную музыку слушать? Говорит, у меня ощущение, что тысяч 20 в городе активных посетителей концертов. Тысяч 20. В городе, где говорят в районе 20 миллионов. На самом деле, вот нам было два раза в год. спокойно поднять количество людей на эти концерты. Я же опять повторяю вопрос, а как? Какие механизмы для этого существуют? Дождаться, пока самообщество перестанет слушать всякую дрянь и захочет что-нибудь себе? Нет, тут дело опять-таки дрянь, не дрянь. Если появляется некая важность социальная в этих концертах, ну так и все закрутилось все дальше. Если эти концерты имеет смысл посещать, чтобы познакомиться с хорошими людьми, если вообще хочется знакомиться с хорошими людьми, все и будет потихоньку. Спасибо.